Всем привет-привет! И сегодня мы будем делать с вами сырники. Для очень вкусных сырников нам понадобятся две пачки творога, желательно девятипроцентного, две пачки, но у меня получилось две пачки, это детских творожков, десертов таких, два яйца, на каждую пачку творога у нас по одному яйцу идет. Также соль, сахар и мука. Соединяем две пачки девятипроцентного творога с детским творожком и добавляем туда яйцо. Повторюсь, на каждую пачку творога одно яйцо. Все это перемешиваем до однородной консистенции. Далее нам нужно добавить сахар. Сахар также идет как яйца по одной столовой ложке на пачку творога. Здесь у меня маленький помощник помогает. Далее также все перемешиваем. Творог, яйца и сахар до однородной консистенции и добавляем соль. На это количество творога у меня ушло чуть меньше чем пол чайной ложки соли. И добавляем муку. Вообще идет полторы столовые ложки на пачку творога, но здесь у меня две пачки творога больших, две маленьких. Я добавила полные три ложки муки, столовые ложки муки с небольшой горкой. Не нужно сильно забивать творог мукой, тогда сырники будут плотными и не такими вкусными. Все это перемешиваем и начинаем выпекать. Наливаем на сковороду масло. Масло нужно не много, не мало, среднее количество. И также приготовим на тарелочке муку для обваливания сырников. Вообще лучше муку использовать кукурузную муку, но в данном случае мне не было кукурузной и пришлось иметь то, что имеем. Кукурузная мука, она не горит. Ее можно добавлять как и в сами сырники, так и для обваливания. Чтобы сырники были более-менее одинакового размера и красивенькие, такие аккуратненькие, я набираю тесто столовой ложкой и вот видно обваливаю в муке. Потом будем крутить из них такие шарики и немножко нужно будет шарики эти приплюснуть. Обваляли так, чтобы к руке не прилипало тесто само. И когда будем их скручивать, вот такие вот шарики, затем немножко приплюснем, лишняя мука она уйдет у нас обратно в тарелочку убежит. И потом будем выкладывать все на сковородку. К этому моменту, естественно, масло должно быть уже разогретым. Я сразу делаю по три заготовки. Вот видно, что их приплюснули не сильно. Плоскими их делаем и они жарятся очень быстро. Можно даже сразу большую тарелку взять, заготовочки сделать. Шарики вот эти творожные. Тут у меня помощничек убавляет огонь на плите. И вот уже переворачиваю. Очень быстро они жарятся. Опять же, ложечка поварешечка, вот эта вот у нас лопаточка из фикс прайс, замечательно помогает готовить как блины, так и оладушки. И вот у нас получилась такая замечательная горка сырников. Всем на завтрак хватит. Можно их подавать как с вареньем, так и со сгущенкой. Очень вкусно, быстро и сытно. Приятного аппетита всем!